Муфтиат Дагестана организовал встречу паломников благотворительного хаджа Сулеймана Керимова. Мероприятие состоялось накануне в Республиканском Доме Дружбы. Для будущих хаджиев была подготовлена интересная и познавательная программа, которая поможет им на святых землях полноценно совершать обряды хаджа и умры. Подробности самого масштабного собрания паломников смотрите в сюжете наших корреспондентов. Одна из будущих паломниц, которая стала победителем благотворительного хаджа Бариат Мирзалиева. Несмотря на физические трудности, она не отказалась от своей мечты и, возможно, единственного шанса в жизни – посетить святые земли. Ощущение неописательное словами. Невероятное. Такого ощущения у меня еще не было. Есть определенные трудности у вас? С кем вы едете? Одна едете? Одна. Я еду одна, но руководитель группы обещал помочь во всем, где будет нужна помощь. В таком месте, я думаю, каждый человек захочет помочь, поэтому я решила поехать не раздумываясь. Я же, несмотря на то, что еду одна. Это первая поездка моя. Всевышний приемник. Около тысячи паломников благотворительного хаджа Сулеймана Керимова собрались в Доме дружбы. Накануне перед вылетом на святые земли Мекки и Медины для будущих хаджиев провели образовательное мероприятие. Наглядные познаватели сценки, выступления ученых-богословов, викторины – все о хаджи. В первую очередь для того, чтобы подготовиться и привести его максимально правильно и полноценно. Такова цель организаторов мероприятия. Хаджи является столпом ислама, который является обязанностью для мусульман, для которых есть возможность в данном случае она предоставилась. И поэтому, конечно же, его надо выполнить как можно больше с искренним сердцем. Поэтому все те мероприятия, которые проводятся, вся та информация, которая предоставляется на таких встречах, она, конечно же, непременно полезна для будущего паломника. Плюс к этому, чтобы они погрузились в ту атмосферу заранее. Вот мы для этого составили определенную программу и думаем, что им понравится. Это уникальное мероприятие такого масштаба. Для дагестанских паломников перед вылетом каждый из них в этом году совершит хадж впервые. Это была радость неземная. Аллах меня позвал на хадж. Это мечта моей жизни. Первый раз еду. Готовилась, читала, учила, старалась. Не знаю, что получится, но все хорошо будет. Спасибо, Керимов, за то, что так нас выручили. Желаю ему всего хорошего, всех благ. Ну, завтра у нас вилет. Радуюсь за то, что первый раз еду. Еще что сказать, я не знаю. Еще Аллах сделаем. Как нам алимы говорят, если килограмм сто весишь, килограмм двести, нужно сабру с собой взять тоже. Дай Аллах, чтобы у всех братьев и сестры дал Аллах возможность исполнить все обряды хаджа полноценно, вернуться. У каждого, наверное, здорового человека, который находится в религии, возникает безумное желание попасть туда. Аллах, что есть сегодня такая возможность, хочется поблагодарить, конечно, нашего брата Сулеймана Керимова. И дай Аллах, чтобы он мог отправлять хаджу, а также людей, многие годы, чтобы Аллах хранил таких людей и побольше таких братьев тоже. Памятное собрание постили представители власти и общественники, а также представители мецената Сулеймана Керимова. Они пожелали будущим паломникам счастливой дороги и принятого богослужения. Все знаем, что Сулейман до этого тоже отправлял людей в хадж. Главное целое – это удовольствие священного Аллаха, конечно, и также помочь своему народу, дагестанцам, чтобы совершить обряд хаджа. Главное целое – это удовольствие священного Аллаха, как и у каждого мусульмана. Первый рейс благотворительного хаджа отправится в Медину в воскресенье 26 июня. На месте уже ждут представители Оргкомитета, призванные создать паломникам все необходимые условия для богослужения и максимально комфортного пребывания на святых землях. Хамз Нур Магомедов, Магомед Магомедов, Давыд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.